Китайская компания откроет в Беларуси одну из крупнейших на континенте фабрику светодиодов. О своих намерениях заявила сегодня делегация провинции Гуандун. В Минск прибыли не только чиновники, но и руководители ведущих китайских корпораций. Среди подписанных сегодня документов – меморандум о сотрудничестве с компанией по развитию индустриального парка. Экономическая делегация провинции Гуандун приехала, чтобы реализовать то, о чем договорились главы наших государств. В частности, продвигать совместные проекты в индустриальном парке «Великий камень». Один из примеров – договор, подписанная Ассоциация освещения. Гуандун называют «ламповой столицей Китая», поэтому, надеюсь, наши бизнесмены построят здесь образцовый научно-исследовательский центр и фабрику по производству светодиодной техники. Здесь присутствует более 70 представителей бизнеса, которые представляют интересы. Это строительные материалы, это освещение, это энергетическая сфера, это химическая, это сфера туризма. В принципе, все вот эти промышленные сферы, которые я назвал, они и являются такими основополагающими для вхождения в парк. Об активном развитии регионального сотрудничества стороны договорились во время недавнего визита президента Беларуси в Китай. Тогда же было принято решение открыть в провинции Гуандун генеральное консульство Беларуси. Этот регион – крупнейшая экономически развитая провинция и называют «двигателем Китая». Там работают самые передовые предприятия по территории Гуандун, примерно как половина Беларуси, но с населением 108 миллионов. ВВП китайской провинции приближается к полутора триллионам долларов. Это больше, чем во всей России.